Хорошо ли это для священнослужителей, авантюризм? Я думаю да, потому что без него невозможно миссионерствовать. Настоятель храма преподобного Сергия в селе Хмелев Казаринского района не похож на обычного священника, так сказать, на традиционный образ. Его интересуют и мирские темы, автоспорт, сноубординг, Китай, музыка. Он уже давно ведет свой видеодневник, который и создал, вопреки тому, что думают и знают о священниках люди. У людей сломаются стереотипы о священстве, о том, что это люди, которые ходят постоянно в рясе, ничего не делают и отрицают многие вещи и лентяи. Павла лентяем точно не назовешь. В глухом селе он ведет хозяйство, разводит курс, создал интернет-магазин по продаже эфирных масел и травяных чаев. А еще тесно дружит с автоспортом. Добираться до некоторых верующих ему, сельскому батюшке, приходится сквозь тайгу. А ежегодно в мае Корчегин организует трофи-рейс, соревнования по бездорожью в рамках миссионерского проекта. Собственно, поэтому его и пригласили порулить на федеральный канал. Поразила вообще организация всего вот этого мероприятия, вообще весь этот, не знаю, как сказать, продакшн, вообще технический, ну вообще все. Просто у меня был в шоке, каждый миллион людей, каждый отвечает за нажатие определенной кнопочки. Батюшке, который об автомобильном экстриме знает буквально все, предстояло выполнить на глазах сотен зрителей. Жюри и ведущего Николая Фоменко довольно сложный трюк – за три минуты проехать по дороге из пеньков и досок. К сожалению, даже со второго шанса дистанция Павлу не покорилась. Говорит, совсем не расстроился. Эмоции от участия в программе исключительно положительные. Стереотипы в моей голове были сломаны от того, что я о людях, которых мы привыкли видеть с ящика. Ну, думал, что это такие люди, которым не так-то просто подойти. Они очень-таки открытые. Павел надеется, что люди без осуждения отнесутся к тому, что он принял участие в программе. Поймут, что священники не ограничены только церковной оградой и способны на другие поступки, порой весьма экстремальные. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.